У вас бывало, когда дни проходили вот так? Представьте, что эти камни представляют все дела, которые вам надо выполнить за день. Некоторые из камней больше, чем другие. Это более важные дела. Те дела, которые несут в себе реальные изменения. С самого утра у нас уже полно входящих задач. Ты проверяешь почту, твой начальник уже что-то хочет от тебя в 7 утра. Тебе еще надо позавтракать. Жена просит помочь с детьми. Тебе еще надо добираться до офиса. Ты пропустил тренировку. Заходишь в офис, обстановка только накаляется. Итак, дел только больше, поэтому ты решил пропустить обед. И вот уже 2 часа дня, и ты наконец выкроил пару минут взглянуть на по-настоящему важные дела. Но как вы думаете, что происходит? Они не помещаются. У вас нет сил и энергии, чтобы взяться за них. Давайте перевернем ход действий. Представьте себе, что вы начали свой день так. Проснулись чуть пораньше. Чтобы найти время для себя. Пойти в зал, приготовить хороший завтрак. И вы не проверяете почту до тех пор, пока не попали в офис. Так вы успеваете сделать гораздо больше полезного для себя и своей семьи. Пораньше выехать на работу, чтобы не попасть в пробки. Вы приходите на работу, и, конечно, вас ждут срочные дела, и беритесь за них. Но в 9 утра вы откладываете все в сторону, чтобы взяться за этот огромный проект, который ты знаешь, что привнесет большое изменение в компанию. В 11 ты снова проверяешь свою почту. Босс подкидывает еще срочных дел. Но они как-то решаются сами по себе. Затем ты идешь пообедать с коллегами. Это занимает у тебя 30 минут. В час ты обратно за рабочим местом, и ты знаешь, что тебе нельзя проверять почту. А вместо этого ты берешься решать вторую важную задачу по этому большому проекту. И так уже 3 часа. Вы немного устали. Но это как раз то время, когда вы можете проверить ваши входящие письма и соцсети. Позволяете себе то, что не имеет большого значения. Ну как, заметили разницу? В первом сценарии у вас не получилось поставить в банку большие камни. Во втором сценарии вы положили большие камни в банку пораньше, когда в ней было место для них. И сегодняшняя тема 5 советов, чтобы завершить важные дела. Итак, первый шаг. Это понимание, что система неисправна. И если продолжать делать то же самое, то это не приведет ни к чему хорошему. Необходимо прекратить проверять почту по утрам и научиться отключать оповещения на телефоне. Возможно, потребуется приучить себя вставать пораньше. И начинать свой день тогда, когда другие люди еще не шлют вам свои сообщения. Поэтому я пропагандирую ранний подъем в 5 утра. Мы живем в культуре, которая только и хочет от вас максимального внимания. Когда вы понимаете, что это не изменится, все становится только хуже. Измените систему, чтобы избежать стресса. Следующее, что необходимо осознать, это то, что вы не можете оценивать время. Да, вы можете думать, что у вас с этим все в порядке. Мы, люди, всегда допускаем эти ошибки. Скажем, в хороший день мы справляемся с этой работой за определенное количество времени. Поэтому я могу повторить. Например, поездка куда-то. Она у вас занимала 15 минут, когда вы ехали по пустой дороге. Но по факту это занимает 21 минуту, чтобы добраться. Поэтому необходимо брать про запас. Это не дурной тон появиться на встрече на 10 или 15 минут раньше. Итак, в определенные дни у нас бывает завал. Скажем, вы амбициозны и хотите успеть сделать 100 задач. Но в реальности не все эти задачи равны. Некоторые из них имеют куда большее значение, чем другие. Поэтому необходимо пройтись по всему списку и определить те задачи, что если вы выполните только ее одну, то день уже успешный. Проблема в том, что мы не ставим приоритеты. Друзья, используйте матрицу приоритетов. Вот она, все очень просто. Когда у вас сотня дел, то распределив их по важности, это позволит найти 3-4 задачи, которые попадут в квадратик, важные и срочные дела. Затем определите 5 или 7, которые важные, но не срочные. И вот вам 10 дел, на которые вы можете фокусироваться в течение дня. Далее поговорим об отказах. Пора начинать говорить нет. У нас есть сотня дел, которые надо успеть сделать. Это очень много. Я не говорю, что это невозможно, но к этому еще надо прийти. Поэтому, когда вы только начинаете, как насчет того, чтобы сфокусироваться на одной задаче, или на трех задачах? Надо взвесить все и отказаться от бессмысленных дел. Да, вам придется отказать некоторым людям. Это вам сыграет на руку. Вы выиграете время и, вероятно, откроете для себя новые возможности. Далее вам потребуется план. Детальный план. Но при этом осознайте, что сам план не так уж и важен. Более важным является сам процесс планирования, и через что вы проходите, чтобы собрать все воедино. Та работа, сам процесс, мысли, которые приходят к вам, вот что важно. Есть фраза, которую сказал Майк Тайсон. У всех есть план, пока им не дали по морде. Мне она очень нравится, потому что она бьет прямо в цель. Скажем, у вас все расписано. Но жизнь всегда подкидывает нам сюрпризы, и вам помогут только те процессы, которые вы проходили. Поэтому, когда план срывается, вы это понимаете и осознаете, что вы это уже проходили. И вы можете вовремя подстроить свой план под новый сценарий. Поэтому не важно, что вы делаете. Хотите получить повышение или привести себя в форму? Сделайте план, и вы сможете реализовать свои цели. Итак, у вас есть план, теперь пора начать действовать. Вам просто остается взять себя в руки и начать работать. Люди очень любят говорить, что они усердно работают. Но это все болтовня. Никому не нравится работать. Что на самом деле нравится? Это видеть прогресс. Удовольствие приносит сам процесс, и работа с людьми, которые преданы делу. Это мотивирует вас самих вкладываться. Поэтому важно окружать себя хорошей командой. Это реально выручает, когда у вас есть люди, которые могут взять на себя роль, чтобы вы могли сфокусироваться на важной части. Вкладываться в свое дело. Следующий шаг очень важен, но многие пропускают его. Это празднование результата и забота о себе. Мы работаем на износ. Мы гордимся тем, что работаем с пяти утра до десяти вечера. И повторяем это на следующий день. Как насчет того, чтобы сфокусироваться только на том, что реально необходимо сделать в этот день. Да, начни день раньше и закончи всю работу в три часа дня. А потом проведи время с людьми, которые имеют для вас значение. Вам надо выделить на это время до того, как вы исчерпаете все силы. Иначе вы просто можете перегореть. Надо сделать шаг назад и отпраздновать маленькие победы. Это на самом деле трудно, особенно для тех, кто только хочет достигать, достигать и достигать, пока не достигнет финальной цели. А по факту надо научиться делить это на более мелкие результаты, праздновать и давать себе время, чтобы тело могло восстановиться. Лично я делаю расписание для своего отдыха. Ужин с женой в пятницу. Это занесено в расписание. Отвезти детей на концерт в субботу, это тоже есть в расписании. Пойти с сыном в зал утром, это есть в списке. И на самом деле у меня все получается в моей жизни. Друзья, это относится к бизнесу, это подходит и для личной жизни. Когда у вас есть расписание, есть планы, вы отказались от всех отвлекающих факторов, у вас получится достичь своих важных целей. И не забываем просыпаться рано утром. Лично я рекомендую вставать в пять утра. Я верю в то, что вставая рано утром, до того, как вас закидают сообщениями, поможет достичь много своих жизненных целей. Но как на самом деле проснуться в пять утра? Смотрите это видео, в нем я рассказываю, как у меня это получается, и делюсь тактиками. Это классное видео, ссылка будет в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...